Приветствую всех кто смотрит, это Кот. Сегодня я хочу разобраться почему мы любим Total War и чем Total War отличается от других стратегий. В этом видео я уделю очень много времени анимации битв, но затрону не только ее, но и другие важные конкурентные преимущества нашей любимой игры. Обратите внимание на вступительный ролик игры Сёгун 2. Солдаты которых вы видите в строю отличаются друг от друга по комплекции, по росту, по доспеху, по лицам. Конечно некоторые из них очень сильно похожи и по факту это один и тот же солдат, но они стоят в разных позах и даже с третьего взгляда вы не всегда найдете у них сходство. Вступительный ролик Сёгун 2 сразу же дает нам понять насколько серьезно разработчики подошли к этой игре и забавен сам посыл этого ролика, ведь начинается он как ни странно с дуэли. Я специально решил показать вам этот ролик целиком. Во-первых, чтобы вы поняли насколько он великолепен, насколько серьезно подошли разработчики к кинематографичности, анимации, режиссуре вступительного ролика. Игра вышла в 2011 году. Это за 8 лет до выхода Традицарствия про Китай. И то и то азиатские страны находятся рядом, воевали даже не раз и Япония много чего взяла от Китая, хотя конечно культура сильно отличается. Тем не менее мы имеем право их сравнивать, они гораздо более похожи чем европейские страны. И что же у нас получается? По результатам этой дуэли победителя убивают в спину лучники. То есть нам четко дают понять, на войне дуэли не решают ничего. Один в поле не воин, важное взаимодействие войск, масса людей, военачальник, четкое управление, экономика, тактика и стратегия. Посмотрите, как они бегут. Каждый бежит в своей позе, они по-разному падают, по-разному одеты, доспехи на них, это доспехи. Давайте сравним теперь вступительный ролик к нашему любимому Троецарствию. Немеса будет разодран на части, да уж точно, земля падет, кто-то там. Во-первых, сразу же бросается в глаза какая-то нелепая анимация мультяшная, комиксообразная, я бы даже сказал. Первый же кадр показывает нам, что в этой игре будут важны именно герои, именно персонажи. То есть RPG составляющая очень сильно важна. И как мы знаем, дуэли очень сильно важны. Дальше что мы видим? Летит птичка и какого-то черта натыкается на тучу стрел. Куда они стреляют? В кого? Идет толпа с факелами, одинаковых солдат, одинакового роста в одинаковых доспехах. И опять выше генералов летят какие-то стрелы, непонятно куда. Это они на марше ходят с факелами зажженными и стреляют стрелами во ворон? Или что? Опять комиксообразная анимация. Злой Цао Цао. Ну вот хоть что-то нам персонажи как-то представляют. Но он великий стратег, он двигает три фигурки в центр стола. Дальше показывает опять толпу одинаковых солдат. Хотя должен признаться, здесь они выглядят получше, чем в самой игре. Далее одинаковые шлемы сразу разноцветные, правда. Там отряд сиреневых, там отряд фиолетовых и герои. Все. Как я уже сказал, ролик будет в основном посвящен анимации в играх Total War. Сравним последние игры нашего любимого Сёгуна. Сейчас вы увидите, как падают солдаты в китайском Total War от попадающих в них летающих соплей. Ну это стрелы, если вы не знаете. Посмотрите, вот он взлетает по ходу движения, как будто его на трамплине подбросили. Для сравнения Сёгун-2. Тут есть гравитация, понимаете, если стрела попадает в человека, у него подкашиваются ноги, он падает и кувыркается вниз, а не взлетает, как на трамплине. Посмотрите на замедленные съемки. Почему вообще анимация так важна в Total War? Потому что это составляющая реалистичности битв, а реалистичность битв это главное конкурентное преимущество серии игр Total War. Потому что в серии игр Total War тактика важнее стратегии, как ни странно. Смотрите, это у нас стоит строй арбалетчиков, они двигаются одновременно. Наверное, создатели игры никогда не видели, как строй ходит солдат. Никогда, никогда задние не будут шеренги двигаться одновременно с передними. Это просто невозможно, даже если вы по Красной площади, блин, ходите на параде. Замечательная анимация в замедленной съемке. Прекрасная облачка разрывающихся стрел каких-то. То есть это не стрела падает, втыкается куда-то. Кстати, вообще даже никто не чешется по этому поводу. Ну вот прилетела стрела, она облачком взорвалась и всем плевать. Абсолютно. А вот стрелы мы можем прям в воздух увидеть, как они попадают. В замедленной съемке стрела попадает в голову самурая, у него подкашиваются ноги, он падает на колени, заваливаются на спину. Понимаете, реалистичность очень важна в Total War. Это ну просто это же не Age of Empires, не Цивилизация, где две модельки пластиковые друг друга стреляют. Смотрите, сейчас будет Фусрада. Понимаете, да, эта стрела прилетела, крикнула Фусрада и троянские солдаты улетели кубарем просто. Сейчас они будут рандомно улетать от непонятных летающих соплей в разные стороны. Просто, чтобы вы понимали, стрелы летят все со стены. Но как бы это же не повод, чтобы не кувыркнуться куда-нибудь в противоположную сторону Чипонька, куда он улетел. То есть мы в принципе любим Total War именно потому, что это хороший симулятор битв. Мы чувствуем себя как бы на поле боя, мы являемся и военачальниками, и участниками битвы одновременно. Мы воплощаем нашу стратегию на поле боя, нашу тактику. То есть это второе конкурентное преимущество, я об этом позже расскажу. Просто посмотрите, во что превратился Total War. А знаете, почему это происходит? Я вам позже объясню поподробнее, но в двух словах это халтура. Вот это вот, это халтура. То есть есть такое понятие, как синхронизированная анимация. Вот кстати, как выглядит все Гони 2, когда действительно тяжелый снаряд залетает в отряд. Это чтобы вы понимали, артиллерия. А втрое так себя ведет обычные стрелы. Люди разлетаются как на трамплинах. Посмотрите, как идет строй самураев. Они идут в разных позах. Кто-то наклонился, кто-то сутулится, кто-то держит на плече оружие, кто-то впереди и перед собой. То есть мы... Прямо создается ощущение, что это вот живые люди, это не какие-то пластиковые солдаты. Сколько раз я играл в Сёгуна, я понимаю прекрасно, что это модельки, что это тот же самый движок Warscape. Тот же самый, что и в Трое, и в Риме, и в Китае. Но до чего же он сделан? Прекрасно. Потому что люди не халтурили. Почему не халтурят? Это вопрос, наверное, не второй все-таки, а очень даже первый. А вот это тяжелые аркебузеры, чтобы вы понимали, стреляют по Нагинатам, по самураям с Нагинатами. Вот это немножко фантастика. Потому что выглядеть это должно немного не так в реальности. Но выглядит красиво. Кстати, для Вархаммера, наверное, это подошло бы. По Вархаммеру у нас попозже еще немного будет. Бах! Тяжелые аркебузы улетают и просто уносят, как в фильмах Тарантино, самураев. Выглядеть это должно, конечно, в реальности примерно вот так. Игра 98 года, Fallout 2. Посмотрите, как они тыкают друг друга. Смотрите, мимо, мимо, мимо. Сейчас попадешь, и он упадет, да? Мимо, мимо. Попади, он упадет. А! А, ладно. Окей. Так тоже можно. Наверное. Вот что это? Куя! Далее мы наблюдаем замечательное решение дизайнеров китайского тазалвара. Навешать флагов, которых размер вы не можете в настройках уменьшить, где я только не копался. Это не флаги, которые обозначают отряды, когда вы камеру отдаляете. Это просто вот флаги, которые держат в руках какие-то рандомные, значит, солдатики. Количество анимаций, проработанных у очень прям разных-разных юнитов, поражает. Он может бить сбоку, может быть немножко сверху, и все. Одеты они абсолютно одинаковые. Вот если отряд один какой-то выходит, они абсолютно одинаково одеты. У них одинаковый рост, одинаковый вес. Выглядит это все примерно так. Закрытые флагами побоище, блин. Вот как это должно выглядеть, посмотрите. Вот только-только столкновение произошло, сразу несколько уникальных анимаций. Корчится на поле боя солдат. Воткнул копье, зараза. Нет, он его проткнул катаной. Да, конечно, но это, извините, игра на восемь лет раньше вышла, чем китайский Total War. Здесь есть свои косяки, я их вижу. Но насколько же она более проработанная, это просто не передать. То есть, если здесь есть какие-то недостатки, которые я замечаю, то я жду, наверное, что через восемь лет их исправят, нет? А по факту получается, что не только неисправлены недостатки, но и набрано гораздо больше косяков. Серьезно, я могу на это бесконечно смотреть. И получается, что вот это самое конкурентное преимущество, оно все разбавляется, 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 и по факту мы получаем что? Цивилизацию с какими-то непонятными 3D-сражениями, которые, как бы, зачем? То есть, я знаю очень много людей, они просто не играют эти сражения, ну, потому что нафиг они нужны. Какой в них смысл? От них удовольствия не получаешь, и все. И поэтому неоднократно башка отлетела, неоднократно мне пишут, а пройди там за такую-то фракцию, там авторасчетом только, еще что-то. Ну, такое очень часто происходило. Идет преследование. Еще чаржик, красота. Так вот, почему так происходит? Почему почему анимации все ухудшаются, ухудшаются, ухудшаются? Я вам скажу, почему. Деньги. То есть, вот эта работа на движке Warscape, насколько я понимаю, да, вот такая, когда вы делаете одному юниту несколько анимаций, когда он может фехтовать, может отступать, может реагировать на летающие в него снаряды, они... Вот эта вот реакция, по-моему, универсальная в китайском Троецарстве, вот эта. Прилетает в тебя стрела, ты делаешь сальто, в тебя тыкают, даже не в тебя, мимо, мимо тебя тыкают копьем, ты улетаешь в сальто. Здесь говорят очень большое разнообразие юнитов. На самом деле, они называются по-разному, и это рискины. По сути, это один и тот же юнит, просто на них насыпили разные скины. Причем, в одном отряде, я повторюсь уже цатый раз, наверное, человечки между собой не отличаются, они пластиковые. На них одежда приклеенная, она не двигается практически нигде. Нет, есть момент, на тяжелой коннице она двигается все-таки, я заметил, здесь будет такая анимация, тоже я покажу. На тяжелой коннице, там видно вот эти броня, которая ноги прикрывает, она там двигается немножко. Сейчас же у нас концентрация идет на вот этих вот героях, и понимаете, многие ругаются типа, вот, герои, зачем они нужны, вот это, хуже стало с ними, там, и так далее, и так далее, мимо слон пробежал. Когда он бежит, кстати, никто вообще не обращает внимания, что он бежит, пофиг, ну, бегает слон и слон, да, но только когда он махнет башкой, только тогда все разлетаются в ужасе, даже если он тебя не коснулся. В опасности, мой господин! Ой, давайте немножко эстетически отдохнем, посмотрим, как анимация идет в Сёгони 2. Насюка! Смотрите, втыкает Нагинато в шею, кровь улетает со спины, он вытаскивает Нагинато, кровь идет из горла, уже из груди, просто замечательно. Так вот, что с героями? Проблема не в героях, у героев точно такая же отстойная анимация, он точно так же машет мимо. Я потом покажу кусочек дуэльки, они точно так же мимо машут, просто они стоят друг напротив друга и вроде как это проще синхронизировать. А вот это, чтобы вы понимали, паническое бегство, если на значок белого флажочка не обращать внимания, то и непонятно, что они убегают. А вот паническое бегство в Сёгони 2, чувствуете отличие, нет? Вот сразу видно, что люди бегут с поля боя, единственное, что неплохо было бы еще оружие бросить, но это же самураи, нельзя, можно понять. Вот это паническое бегство в настоящем тоталваре. И вот эта анимация, которая якобы перекочевала только в дуэльке, на самом деле она и в дуэльках отстойная. А когда въезжает герой в... Да, вот это вот бегство паническое, чтобы вы понимали. Вот они бегут прямо впритык, хоть кто-нибудь кого-нибудь тыцкнул-то, ну? Ну тыцкни кого-нибудь. Ну давай. В спину. Ну зарэш. О! Вы заметили, кто его тыкнул? Я чего-то нет. Я, наверное, невнимательный. Ну? 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 Ну ты же их преследуешь. Ну же. Опа, еще кто-то упал. И когда герой въезжает в толпу, вы это еще увидите, я покажу это неоднократно в этом видео, он начинает там махать своей дилдой во все стороны и люди просто падают. Как бы в чем прелесть-то? Он делает ровно то же самое, только что он сильнее. Тоже он машет куда-то мимо и люди что-то падают. Все. То есть когда это делает не герой, происходит ровно то же самое, просто люди реже падают. Вот это преследование в Сегуне 2. Да, оно немножко такое странное, потому что здесь модельки встречаются, она должна развернуться и он должен анимацию убийства показать на человека, который лицом стоит к тебе. Только вот конница может как-то ткнуть так в спину. Анимация сделана, но это просто не проработанная анимация. И так все равно во втором Сегуне анимации убийств, анимации смертей, анимации там попадания, анимации там какого-то уворачивания, фехтования. Их просто вот, я не знаю, может быть даже не в разы больше, а наверное на порядок больше. То есть если там в Китае у юнита есть, вот в замедленной съемке, китайское преследование я сделал. Просто жесть, посмотрите как это выглядит со стороны. Если в Китае юнит там с мечом, с булавой, неважно, с копьем иногда даже кстати, блин, он копьем машет как булавой, не тыкает, а машет именно. У него есть 2, максимум 3 анимации на нанесение удара. И умереть он может там 2, максимум 3 способами. То в Сегуне я их до сих пор не сосчитал, но реально больше десятка. Это настолько круто, что не передать. Причем вы можете сказать, что вот в китайском Total War разнообразие юнитов гораздо больше. Нет, я повторюсь еще раз, там нет никакого разнообразия. У тебя есть пехота с мечом, пехота с копьем по сути. Даже если копье выглядит немножко по-другому, там у нее шире лезвие или у тебя есть топор вместо меча. Они кстати не различают, ни топор, ни булаву, ни меч двигаются абсолютно одинаково. То есть это рискины. Смотрите, башка отлетела, надо же бывает такое в Китае. Иногда он попадает по юниту и это смотрится прям круто. Прям думаешь такой, о, надо же он попал. Но факт того, что он делает один и тот же удар. Посмотрите. По герою. Ну, может герой иногда махнет, не глядя, короче, за спину. Чело улетает. Причем даже не касаясь никого. И поэтому, когда говорят, что вот разнообразие юнитов большое. Ну, ребята, я не знаю, это нужно быть подростком, наверное, или ребенком, чтобы действительно за чистую монету принять вот это вот так называемое разнообразие. Вот разнообразие. Вот это. Вот оно. Видите? На дате против этих Яри. Смотрите, Яри добивает его. Добивает. Вы видели где-нибудь добивание? В Китае, в Трою, где-нибудь. Хлоп. Еще анимация на дате. Шею порезал. Он с колена сейчас рубился, вон там чел на заднем плане. Падает на колени. Ну, вот в шее очень часто я вижу эту анимацию. Она такая, как бы популярная, можно сказать. Протыкание в шею на дате. И много других. Ну, эти фехтования есть, где никто никого не порубил. Они пофехтовали, разошлись, потом сошлись заново. А это если вы любите замесы. Если вам не хватает взрывов. Потому что с взрывами все лучше, правда? И пошла резня. Причем юниты еще немного могут постоять. Там покуражиться, что-то там позвать, покричать кого-то. То есть еще что-то такое сделать. Они живые. Еще добивание. От Яри. Наш полководец в опасности, мой господин. Ниндзя просто вообще прыгает, как Брюс Ли. Еще немного фехтования. И все четко. То есть вы понимаете, что если в Китае он не может копьем даже по своему врагу попасть. Он бьет все время куда-то мимо. То здесь они касаются друг другу оружия. Они четко касаются оружия. А здесь вы смотрите. Они фехтуют разве? Нет. Они машут просто куда-то в сторону врага. Это так вот кажется, что он вроде как там заблокировал что-то. Нет. Он просто машет в сторону врага и на это накладывается звук. Вот так выглядит замес в Китайском Троецарстве. Они с китайскими фонариками бегут в Акаку. Ну бежит чел в Акаку с китайским фонариком. Подцветить надо братанам что. Слоны стоят. И челы с факелами залетают еще. И среди чела с факелами еще есть чела с фонариками. Ну потому что логично еще. Ух. Вообще. Солдат на поле боя. Когда умирает. Это как бы последнее событие в его жизни. Конец. Финал. Может быть какое-то уважение проявить к этому. Может быть все-таки. Но не может игрок равнодушно относиться к смерти даже простых моделек. Если ты играешь в симулятор войны. То наверное это важно. Посмотрите как он ползет на коленях. Ползет. Ползет за деревом. Упал. То есть как можно так вот. Просто на это дело забить. Я скажу как. Я скажу как. В конце ролика я скажу как. Просто сейчас давайте сравним. Насладимся так сказать Сёганом. И сравним как. Все это выглядит. В китайском. В нашем волшебном. Тоталваре. Их военачальник мертв. Серьезный удар для врага. Сейчас будет замечательная анимация тоже. Посмотрите. Прыжок. Прыжок. Ну вы в курсе что сейчас происходит. Да. Да. Примерно так. С флажочком чел стоит очень важным. Наш полководец в опасности мой господин. И резня. Резня. Наша любимая резня. Просто чтобы вас не начало тошнить. Я чередую Китай и настоящий Тоталвар. У нас тебе сука еще в горло. Как у него кровь сначала. Как я уже говорил. Сзади. Потом спереди вылетает. Как он прогибается. Просто такие мелочи. То есть. Вот. Смотрите как бьет. Правой. Правой. Раз. Два. Три. Правой. Правой. Все. Он просто не делает никаких других движений. Этот юнит несчастный. Клонированный. Они ничем не отличаются. Вот эти челы с дубинами в кепочках. И такие же челы в пижамах красных. Абсолютно одинаковые движения. Давайте разбавим это все дело немножко аттилой. Посмотрите. Аттила она как бы где-то посередине. То есть она не самая плохая анимация. Но и далеко не Сёгун 2 конечно. То есть здесь я в первую очередь обращаю внимание. Сейчас как на то как двигаются солдаты. Когда они просто бегут. Посмотрите. То есть. Нет такого прям ощущения. Что это один и тот же солдат. А вот. Трое. Например. Смотрите. Это просто клонированные какие-то пластиковые модельки. Серьезно. Солдатики. Я в замедленной съемке вам показываю. А вот Сёгун. Но совсем другой уровень. То есть. Гораздо лучше даже чем в Аттиле. Абсолютно разные люди. Зато в Аттиле он тыкает. Прямо во врага. Видите. Это же. Просто песня. То что. Еще в 2000. Каком там. 5 лет назад. Да. 6. То есть. Оказывается. Тоталвар. Могли делать так. Чтобы. Была. Какая-то анимация. Чтобы. Солдаты. Попадали. Друг в друга. Голова. Конечно. Замечательно. Замечательно. Попадали. Вот. А вот эти. Я не знаю. И вот еще. Попадали. Тоже. На мини ловушки попался. Смотрим дальше. Замечательная анимация. Да. Конечно. Можно сказать. Что. Ну. Трое. Бесплатное. Что ты хотел. Колесница развалилась. Отлично. Просто. Прелесть. И. Ой. Только сейчас заметил. Что. Кнут. Какой-то в руке. Неважно. ХП. Кончилось. У колесницы. Вот. А. Я не знаю. Что там. За модель. Была. В. Про. Ну. В. Производстве. Трое. Почему. Она вышла. Бесплатная. Какой. У них. Договор. Ну. Что. Выпускали. За деньги. Для крови. Смотрите. Как они машут. Замечательно. Куда они машут. Ну. Куда. В другую сторону. У них. Если что. Оружие. В руках. Но. Они почему-то. Сейчас уже. Четыре раза. Подряд. Ударили. Ногой. Потом. Пять раз. Потом. Щитом. И. Чем. Копьем. Копьем. Машет. Как дубины. О нет. Тыкнул. Смотри-ка. Тыкнул. И. По поводу. Создание игры. Да. Трое. Ну. Не повод. Выпускать. хал. Да. И. Даже. Если. Ты его собираешься распространять бесплатно. Понятно. Что. Основная задача. Была. Расширить. Аудиторию. Игры. Раз. Бесплатная игра. Да. У нас сейчас рынок сильно насыщен всякими играми. Давайте мы всех познакомим с Total War. По-моему не самый лучший способ знакомить новую аудиторию с Total War. Вот. Такой вот игрой. Ну. Смотрите. Он машет как дубиной копьем. Японский городовой. Ну. Это еще во втором риме такая ерунда была. Просто здесь это проявляется очень-очень-очень часто. Ваши воины воспряли духом. Забегая вперед скажу что делать такую анимацию гораздо проще. То есть когда ты начинаешь ее жестко синхронизировать это бешеное количество человека часов. И получается что это жесткая экономия средств. То есть грубо говоря нам это конечно не случай конкретно трое. Да. Но это определенно случай китайского Total War. Трое царствие и Вархаммера. Когда на анимации. Ну на многих других вещах на самом деле об этом я тоже скажу. Когда на анимации экономят деньги. Экономят деньги очень банальным способом. Либо не доплачивают специалистам за человека часы. Да. И они соответственно этого не делают. Либо просто не нанимают специалистов. Которые занимаются этим делом. И опять же уменьшают количество человека часов. Я не могу с этой анимацией правда. Это вот. Вы не представляете сколько я пересмотрел этого всего. Для того чтобы сделать этот ролик. Вон этот Гектор. Который держит в руках здоровенный щит. Здоровенное копье. Но разгоняется и бьет в толпу коленом. Еще один идиот повторяет за Гектором. Что вы творите ребята? Почему вы коленями бьете? Вот это вот должны делать сотрудники разработчика. Которые должны смотреть что вообще их юниты делают. У них прошита в модели поведения какие-то удары. И видимо там явно не тот процент стоит на ударах коленом, щитом и ногой. Который нужен. Потому что ребята. Но вы пришли на поле боя с оружием в руках. Какого черта вы ногами машете? Коленями там. То есть даже такие элементарные вещи. Которые не требуют специально какой-то там. Мой сладо для глаз. С коня копьем ткнул. Посмотрите даже на коней. Даже кони более живые. Даже кони с места. Когда стоят на месте. Переминаются с копыта на копыта. Как у них идет движение всех четырех конечностей. Хвоста. Вот это вот. Как они двигаются. Вообще человек сидит живой. Он равновесие пытается держать на коне. Смотрите как сейчас в спину ткнет. Красота же. И поднял сразу руку вверх с копьем. То есть столько микродвижений всяких. И которые придают естественности юниту. Он не делает одно движение. А потом не застывает в позе статуи. Он продолжает двигаться. А вот волшебный чарж от Китая. Ладно. Я понял что здесь любой пехотный юнит. От любого движения. Взлетает в воздух. И делает сальто. От фусрады. У них встроенная фусрада. В комплекте идет. Ну что с конями. Объясните мне. Почему они подпрыгивают. Как будто бы через полосу препятствий. Это что за чарж такой. Зачем вот это вот. Что это. Это очень странная фигня. Допустим это какие-то специальные обученные кони. Которые там. Когда дергаешь за поводи. Да. Он подпрыгивает. Да. Конечно мы чеснок будем кидать поверх голов. Зачем нам кидать под ноги коням. Когда мы догоняем. Мы тоже делаем такие вот прыжки. Да. То есть зачем тыкать копьем в спину. Как это вот все гони. Да. Мы лучше будем прыгать вот так вот. Херак. Херак. И все разлетаются. Помните я говорил реалистичность битв. Помните да. Как это сильно реалистично. Добавляет атмосферности вам. А соответственно атмосферность добавляет вам удовольствие от игры. Вот в это. Сейчас точно так же сальто крутанул и всадник. От того что чел в пижаме его ударил справа налево. Своим коронным ударом. У них у всех один коронный удар. Если держать щит слева короче. То наверное вообще ты непобедимый будешь для этих людей. Вот кстати здесь мне понравилось что броня. Довольно подвижная такая. На крупе у лошади. Это вот меня порадовало. Ну почему он машет копьем как дубиной. Ну что это за бред. Некоторые тыкают. Но многие машут. То есть недостаток. 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 Господи. Хоть одно достоинство я нашел. Да одно нашел. Броня неплохо двигается на жопе у лошади. Все. Ну и пожалуй что нарисована она тоже так. Блестяще металлическая такая. Посмотрите они одинаковые. Ну просто одинаковые в этих шлемах несчастных. Это на самом деле не шлемы. Это какие-то шапочки. Я не знаю. Я посмотрел. Это в каком-то кино так было. И все оттуда скопировали. Вот это дело. Но они же реально одинаковые. Я не про шапочки. Я вообще про людей. Господи. И прикольно что он после такого сальто еще встает. Почему он встает. Я вам скажу почему. ХП не кончилось. Понимаете. То есть фигня что он себе там шею сломал 3 раза. У меня ХП не кончилось. Я встаю дальше дерусь. Но потом убегать правда буду сразу. Ладно. Давайте поговорим о другом аспекте игры. Ведь стратегия это же не только тактические битвы. Перед вами Lord of the Realms 2. Игра 96 года выпуска. Здесь вы. Ну это средневековье очевидно. Да у вас также есть тактическая и стратегическая карта. Также есть набор войск. Вы производите ресурсы. Вы с этих ресурсов делаете оружие. Нанимаете крестьян в армию. И потом их снаряжаете оружием которое произвели. Эти же крестьяне у вас работают. Чтобы добывать эти ресурсы. То есть это железо. Это дерево. Это камень для того чтобы замки строить. Ну и конечно это еда. Для того чтобы крестьяне у вас не поумирали. Сейчас я иду захватывать нейтральное поселение вон там наверху. Это первая карта самая. Здесь карт много на самом деле. Это самая первая карта. Она такая из четырех лепестков состоит. Вот. И здесь тоже вы можете выбрать авторасчет. Можете сражаться на тактической карте. Давайте посмотрим. Вот так выглядит тактическая карта. Напомню. 98 год. Вот у вас есть мечники. Есть булавщики. Тубинщики. Не знаю как их правильно называть. С моргенштернами. И лучники. В принципе чем отличается от Total War. Ну понятное дело это 2D а не 3D. Это тут как бы никаких сомнений. Вот. Но в Total War там у вас есть отряды. И у этих отрядов есть формации. А здесь каждый юнит отдельно как в Warcraft. Вот. Вы конечно можете самостоятельно там тыкать мышкой. Там какие-то формации пытаться устроить. Но это ну нереально сами понимаете. Да. Поэтому тут очевидное преимущество Total War. Именно в формациях. Я вам сразу наперед скажу. Что третья часть. Lord of the Alliance 3. Она вышла уже после того. Как вышел по моему первый Сегун. И там именно тактическая игра. Там по моему стратегия. Даже не знаю. Есть нету. Я в нее так и не поиграл. Но там очень много тактики. И там уже появляется в этой игре. Именно вот отряды. Формации там. И можно передвигать своих юнитов. Именно в формациях. То есть. Если посмотреть на вторую часть. А была еще первая. Я в нее не играл. То. Здесь очень много составляющих того. Что есть в Total War. И Total War далеко не пионер. Да. То есть есть. И тактические карты. И стратегические карты. И вот там переправы какие-то. Хотя конечно здесь странная очень река. Которая не пересекает. Ну. Всю карту не пересекает. А только посерединке. Но все равно это помогает немножко. То есть. Инновации Total War уже не такие инновационные. Да. Как будто бы. Вот. А что касается менеджмента. Я вам скажу. Что вот этот. Lord of the Realms. Фор удаст. Многим Total War. Здесь очень. Очень. Интересная. И довольно таки. Продуманная. Глубокая. Механика. Вот. Менеджмента. Ваших. Как сказать. Поселений. Нет. Не поселения. Регионов. Да. То есть. У вас в регионе есть. Население. С этого населения. У вас. Конкретно. Нанимается количество солдат. То есть. Вы не наймете солдат. Если у вас мало населения. Но. Когда вы нанимаете солдат. Крестьян. Призываете в армию. Кстати. Интересно. Почему здесь крестьян. Вы призываете в армию. Потому что. Вообще-то. В средневековье. Крестьян в армию. Никто не призывал. Ну. Как бы. Ок. Пускай. Допустим. Механика игры такая. И. Вот. Вы нанимаете. Этих самых крестьян. В армию. И. От того. Что вы забрали. Много. Например. Крестьян. Забрали. Войска. Падает порядок. Падает порядок. Может начаться бунт. Нам известный. Такой же. Как в тоталваре. Точнее. Я бы сказал. В тоталваре. Такой же. Как здесь. Вот. И. За порядком. Нужно следить. Либо держать гарнизон. Либо. Увеличивать рацион. Увеличивать рацион. В смысле. Они. Едят. Еды. Больше. Вы увеличиваете рацион. Либо снижаете налоги. И. Улучшается. Общественный порядок. Все. То же самое. А. Вот. Мы. Штурмуем. Последний. На этой начальной карте. Замок. Тут. Потому что барон. Наш. Основной. Соперник. Он один здесь. На второй карте. По-моему. Будет два уже соперника. Да. Помимо. Серых провинций. Мятежных. Здесь есть. Первого уровня. Замок. Я вам скажу. Это самый-самый простой. Чистоколу. Прямо как. Как вот. В Первом Риме. Я не играл. Не в Первый Медивол. Не знаю. Как там. Извиняйте. Вот. И вот. Точно так же. Можно штурмовать. Тараном. Катапультой. Вот. Точно так же. Все. Вот. Прямо. Вот. Такое. Прямо. Милое. Знакомое. И когда я играл. У меня всегда в голове. Была вот эта игра. Я понимал. Откуда. Рим. Total War. Черпает. Так сказать. Свое вдохновение. Потому что. Были. Предшественники. Вот. И возвращаясь. Еще раз. К экономике. Да. То есть. Экономическая система. Довольно глубокая. Например. Она. Гораздо. Продуманнее. Чем. В том же. Во Втором Риме. Гораздо. Продуманнее. Может быть. Даже. Продуманнее. Чем. Все огонь. Если честно. Замечательные. Вставочки. Эти. Мультипликационные. Которые. Выглядят. Отлично. На самом деле. Прямо. Как. Total War. Вот. Сич. Из. Ова. Да. Вот. Мы захватили последнюю провинцию. Вот. И таким образом. Получается. Что если. Начинать. Сказывать. Что. Вот. Там. Какие-то мододелы. Сделали. В таком-то. Там. Еще. Медивы. Не знаю. Какую-то. В чем. Ваша заслуга. Боже мой. Ну. Вот. Играть. Экономика. Экономика. Замечательнейшая. Замечательнейшая. Многим Total War. И не снилось. И мододелам. Тоже. Вот. Не это. Главное. В Total War. Ну. Не это. То есть. Total War. Вот. Как вы поняли. Реалистичность сражений. Это. Основное. Но. Есть. Еще. Один. Аспект. Это. Следующая карта. Так. Мельком. Тут уже два соперника. Давайте. Наконец-то. Приступим. К Вархаммеру. Давайте посмотрим. Может быть. В Вархаммере. Там. Конечно. Ни о какой реалистичности. Речи не идет. Но. Понимаете. В чем дело. Почему. Почему. Вообще. Люди. Любят. Вархаммер. Вархаммер. Кто-то же любит. Вархаммер. Да. Очень много. Кто. Потому что. Это что-то новое. Прикольное. Это. Клевенько. Там. Тра-та-та. Ну. Вы видели. Да. Меня. Сейчас. С игрушками. В руках. Кто не любит. В игрушки. Поиграть. Такие. Детские. Всякие. Зворюшки. Там. И так далее. Ради бога. Но. Должна же быть. Какая-то физика. Вот этого всего. Ну. Почему. Придурок. В руках. Держит. Топор. А бодается. Рогами. Такой. Ну. Ну. Ихона. Медь. Ну. Ну. Чё он опять вот мимо. Топором своим. Бей ты ему по башке. Нет. Вы хотите сказать. Так сложно. Это все. Засинхронизировать. Ну. Вот. Китай. Там было проще наверное. Да. Там тоже этого не сделали. Что было как бы. Курицей. Что яицом. Мне кажется. Что дело не в том. Что это сложно. а в том что они просто тупо экономят деньги на вас ну вот то есть я могу понять что детям подросткам и многим взрослым интересно вот это фэнтези фэнтезийный мир там и так далее может они в детстве там какие-то комиксы читали я не знаю вообще откуда этот вархаммер вылез ты кстати если убегаешь дорогой друг бы камень бросил нет нет ладно чё я говорю все гони самурай копии не бросает здесь я с камнем убегать буду там не можно если уж вы любите этот самый фэнтезиуму говно то зачем есть но правда но как то вот вот это выстрелы вот правда вот это вот называется выстрелы я вам покажу что такое выстрелы это мне реплей прислали кстати да это вот это вот должно быть смертельно опасные какие-то снаряды там по-моему крысы из каких-то там снайперов стреляют я не знаю вот они бегут бегут им пофиг а падать она начнут дайте когда падать она начнут они хп закончится а до этого они не реагируют вообще ни на что то есть них летит всякая срань которая по идее очень твердая и больная всем плевать более того она наверное специально такая вся вот с дымкой такой чтобы ни хрена не видно было одновременно поворачивается о смотри как это на что-то тяжелое упало и видимо запрограммировали что надо все таки от такого что-то там немножко падать да да чуть 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 падает да слушай хорош хорош чуть чуть падает конечно нет всего каких-то определенных снарядов на которых анимация есть вот это вот какие-то то ли пулеметы то ли хрен победишь тоже короче вся анимация заключается в том что немножко там облачка крови какие-то там выпрыгивают они тебя ошметков там не тебе отстреливающихся конечностей не даже улетающих в тартарары там моделек посмотрите как это происходит там же сегодня это ракеты это всего лишь ракеты вот воронки на земле вы видели там воронки я что-то заметил какие-то пятна были но я не уверен что происходит когда взрывается стена карусель карусель начинает показ а вот так тяжелые аркебузеры выносят как я уже говорил для вархаммера бы подошло носят пехоту вот так должно было быть вархаммере вот это стрельба а не то что мы сейчас видели фейерверки вот эти вот тяжелые аркебузеры херачат по пехоте давайте еще разок мясика вот самое то вот самое то никаких идиотских облачков растворяющихся никаких зеленых фейерверков тупорылых что не зеленый то магнитский порох что ли так порах взрывается около дула они тогда когда пуля залетает в цель не ли он всю дорогу коптит этим зеленым ты может лазеры какие-то я не знаю что это или на трассирах так так как это чудо-юдо умрет сейчас очень красиво наверное да 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 ну покажите мне покажите все но не сильно впечатляет если честно так давайте посмотрим как кавалерия дерется кавалер она там рыцари там какие-то вот я не могу мне что он мне напоминает этот рыцарь безумного с этими с белыми фонарными столбами что мне напоминает по моему когда ремонт на дороге идет такие конусы выставляют по моему что такое да ну как всегда то есть классика они машут непонятно в кого непонятно с какой целью а потом непонятно кто непонятно от чего непонятно куда падает по идее они же рисовали все эти модельки они вы должны быть какими-то там прикольными красивыми страшными ужасными какое-то впечатление должны производить вот они сталкиваются я серьезная на своих детских игрушках вам лучше мультик нарисую вы да и как бы волшебные менеджеры тотал вар считают вместе там не знаю или гад типа вот мы можем же сделать ну чтоб не было вот этой вот анимации синхронной станешь никто не приближает правильно там никто не смотрит ну можем то есть убрать синхронизацию можем можем а мы там морские битвы например убрать до которых нету не вархаммере кстати не в китае не в трое можем а можем мы еще там например не продумывать как будут взаимодействовать разные там топоры там эти копья там еще что-то ну можем а можем мы не прорисовывать как умирать будут там вот это вот все можем отлично вот все вот мы значит все это сделаем и потом у нас вырисовывается общая интегральная характеристика продукта называется говно я не вижу наши все раздолбаны по моему нет раз два три как минимум пушки они там что-то чистят во наконец-то наконец-то я увидел то что я хотел когда заказчик через день за шапками пришел семь шапок выложил скорняк на свой рабочий стол да ну и вот так получается что мы получаем такие продукты кто-то скажет типа ну вархаммер живут зарабатывать ребята если 2 вархаммер еще там сожрали как-то я не знаю если 3 вархаммер он такой же ускажите мне он такой же по моему он такой же один в один там ничего не добавили там просто рискин и сделали юнитов и ровно то же самое если он такой же вы это хавайте но я не знаю кто вы такие тогда него жаль серьезно потому что я не против фэнтези я просто вам показываю что ну это халтура это натуральная халтура вам просто впаривают за те же самые деньги одно и то же говно каждый раз раз за разом вот это я не мог обойти стороной конечно это рим ремастер волшебный здесь я тоже решил посмотреть какая у нас анимация ну графику конечно они причесали немножечко то есть выглядит рим ремастер ну чуть-чуть хуже чем рим 2 по графике но вот по анимации я не могу сказать что это хорошее потому что машут они конечно капец то есть у него тоже два три удара модельки и пехоты иберийская пехота и римская пехота дерутся он бьет немножко сверху немножко сбоку и иногда тыкает очень редко хотя кстати в основном римляне как мы помним именно тыкали гладиусами это тебе не меч для рубки дров и врагов это именно тыкательное оружие здесь почему-то они очень редко это делают не знаю чем связано здесь я пытался поймать как фаланга будет работать ну да вот он так это держит на одной рукой и синхронно синхронно там дурочат ее там ну вот да я конечно понимаю что игра старенькая но хотя это и ремастер но анимацию здесь не меняли это ровно то же самое что и оригинальным в оригинальной игре на мой взгляд лучше нафиг не трогать вот вы увидели да что я на своем канале не играю в старые игры total war именно кстати по этой причине выглядят они так себе то есть я могу конечно по ностальгировать но снимать на это видосы нет вы сейчас прекрасно видите все своими глазами я могу конечно это все делать долго комментировать но вот они машут ровно 11 удар основном иногда 2 но он почти не отличается то есть два максимум три удара которые очень друг на друга похожи это вся анимация что у нас с чаржем да кстати могу сказать что да это все таки анимация получше чем в китае и в трое потому что они по крайней мере бьют друг друга они не мимо бьют то есть они иногда попадают в щит иногда иногда даже попадают куда-то там в область головы но все-таки синхронизация двух юнитов сражающихся такая себе то есть нет это не понятное дело это не сегодня но это даже не рим 2 и не отила конечно вот он наш любимый рим 2 вот сразу на контрасте буквально я рядом их поставил посмотрите но рим 2 гораздо лучше выглядит они гораздо лучше двигаются разные юниты не все конечно разные сразу скажу проработан они по разум смотрите попадает прямо в голову стрела он падает по моему замечательно по моему очень даже достойная анимация во втором риме сравнению с тем же рим мастером вот идет фаланга сейчас начнется ее расстрелы специально по моему сделал анимацию как они перешли через препятствия разрушили какие-то какие-то там деревяшки его стадить как они падают не подкашиваются ноги они падают именно вниз они не взлетают вверх как на трамплине у некоторых конечно крутится вокруг свои оси да так это не очень хорошо в целом смотрите очень даже прикольно после многих патчей рим 2 очень даже ничего еще немного фаланги мне нравится как они ходят как они подходят так пафосно начинают тыкать примерно так же как и в ремастере немножко не так активно конечно и кажется немного помедленнее помедленнее они это делают вот что касается стрельбы просто нет никаких нареканий замечательно попадают снаряды куда надо да и говоря о впечатлении вот это вот баг очень часто встречается вот этот куча мало во втором риме она реально раздражает то есть реализм битвы это не только анимация да это и как бы окружающая окружающая среда прорисовка там зданий небо земли там и вот такие вот косяки когда появляются тоже очень сильно портит впечатление и соответственно реалистичность то есть на это тоже надо смотреть ну вот а как у нас идет рукопашная схватка во втором риме сейчас чуть попозже карфаген с римом подерутся пока что у меня пергам с варварами дерутся и ну что я могу сказать неплохо конечно это не сёгун но ё-моё но это и не китай не трое то есть они машут вот они бьют в щит они четко видят куда они лупят конечно мало анимации то есть они два-три удара тоже делают выглядит кстати гораздо более реалистично чем в ремастере в том же самом вот попал даже в кого-то я смотрю там зарезал иногда здесь голову отрубают редко конечно но бывает вот рубятся у нас патрианцы и священный отряд по моему этот карфагенский если честно я утомился немножко это дело снимать потому что чтобы какую-то поймать анимацию хорошую до воскать и видели до несколько ударов на такую связку сделал связка один в один такая же как на глобальной карте когда дверьми подрались то есть они самые лучшие анимации они включили именно в добивающие движение на карте это конечно тоже говорит о многом но халтура то есть я я так понимаю что вообще эти вот анимации время ой не время а вообще в принципе кто-то лваре это самое дорогое самое человек человека часов затратное вообще что есть в игре то есть вот все остальное все вот эти украшательства там карты какие-то горы на заднем плане небо это все один и тот же движок warscape там никаких проблем рискин юнитов вот это вот все самая трудоемкая это анимация и то что у вас ее забрали эту анимацию это просто говорит о том что это жесткая экономия просто живет шесточайшая я не знаю насколько это критично для игры смысле для не для игры для компании я не знаю вообще они могут себе позволить такую же анимацию как все гони вообще представьте представьте рим с анимациями как все гони вот кстати атила хватили к моему глубочайшему удовольствию я на самом деле к своему стыду раньше не обращал на это особо внимания просто как бы субъективное такое ощущение было у меня до что ватили все получше и сейчас когда начал готовиться к ролику то действительно здесь лучше чем во втором риме анимации их больше они двигаются плавнее они больше связок добавили некоторых которых нету к сожалению тоже июниты не знают что у него в руке топор или или меч одинаково двигается вот но все равно тут больше анимации чем во втором риме смотрите как они фехтуют замечательно мне кажется здесь будет еще пару моментов с редкими такими анимациями сейчас он упал в сторону и я думал что все а нет да он там один встал этого убили тут будет случай когда один солдат упадет час и потом я думаю что чего он упал разрыва сердце как втрое прямо так вот эта анимация ровно такая же была как в риме его сразу в живот пырнули после этого так 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 он с двумя сразу берется обратите внимание очень прикольно переключается между двумя солдатами я такого не видел даже все гоня если честно что он сначала в 1 марта потом другого и 2 ему в живот пырнул вот так о чем я а да я о том говорю что я не знаю насколько это критично по деньгам и и вообще в принципе возможно ли такое что мы когда нибудь увидим рим или аттилу ну рим не знаю что нибудь пара римский период с анимациями в количестве в таком же как это было во втором все гоня просто представьте увидим ли мы тот же самый вархаммер мне не важно что это на самом деле фэнтези а конечно не люблю фэнтези у но если бы это было прикольно если бы там была анимация хотя бы как в скайриме том же самым когда там на дракона запрыгивает биться там и втыкает в него ножики то там или когда ему башку отрубает что-нибудь такое если бы хотя бы такая анимация была было бы прикольно хотя вроде бы что-то добавили туда то есть я знаю что частично эти анимации добавляют но в массе вот когда сталкиваются вот я вам показал когда сталкиваются две конницы орковская конница да и рыцарская конница вот что они делают они ни черта не делают они машут мимо ну это элементарные вещи я понимаю что я видел даже на ютубе по моему пару роликов где каких-то там монстряк как-то там убивают особенным способом кто-то но вот живот смотри вот такая кстати редкая анимация то есть он сделал очень длинную связку и в живот зарезал но в целом элементарных вещей просто нет я вам сегодня наглядно показал когда чел с обоюдоострым топором машет черти куда и его соперник либо не замещает этих ударов либо потом внезапно падает от непонятно от чего ну это халтура это дешевая халтура невозможно в это играть невозможно я не знаю наверное я понимаю что многим подросткам достаточно посмотреть на великан на великана дак он классно идет и и вот все как бы этого достаточно для того чтобы там я не знаю получить какой-то мега оргазм но мне этого недостаточно я если играю какую-то войну мне нужно взаимодействие юнитов мне нужно понимать от чего они падают мне нужно понимать что вот она война идет если каким-то магическим говном пуляйтесь это одно но если вы стреляете из огнестрела или если вы машете топором то я хочу какую-то адекватную анимацию мне вообще не важно что это там какой-то таракан или орк или эльф там не плевать мне нужно чтобы я понимал от чего там противник умирает и для чего умирают мои солдаты то есть не знаю как еще объяснить второе важнейшее конкурентное преимущество total war это баланс между глобальной стратегической карты и тактической карты баланс в плане влияния друг на друга то есть каждое ваше действие на стратегической карте должно влиять на то как пройдет будущая неизбежная битва по сути total war глобальная карта total war это как бы повод для битвы и тут важно все то какие вы постройки построили на те деньги которые вы накопили на те налоги которые вы собрали с того населения которое позволило вам это сделать не сбунтовалась не заболела важно также как вы продумали будущее состав вашей армии с которой вам боите важно как вы разведали вашего будущего врага удобный момент выбрали для вашего вторжения или подготовились ли правильно к отражению атаки где вы разместили вашу армию на мосту в лагере засели в крепости или или спрятались в лесу но это еще не все про баланс баланс между глобальной и тактической карты иначе бы это не был total war баланс лоб работает и другую сторону то есть каждая ваша битва должна что-то значить по итогу для стратегического замысла чем больше вы добиваетесь для вашей державой каждой победы тем больше вы получаете удовольствие от каждой битвы и вы должны проявлять свой тактический гений стадик ганнибалом или александром великим с уором или саладином но вы должны добиться победы и изменить историю победить там где заурядный полководец обязательно потерпит поражение победить тогда когда вы в численном меньшинстве когда ваши войска формально слабее или дешевле а потом вы получите победу за эту победу награду в виде стратегического преимущества уже на глобальной карте разговор о том какой конкретно total war в этом хорош наверное еще на часок-полтора посмотрите мое видео по Атиле там я об этом много чего говорю меня часто спрашивают о том может ли total war вновь стать интересным может ли будущая игра вновь стать реалистичным симулятором а не свалкой пластиковых солдатиков честно говоря я в это не верю я думаю что менеджмент победил окончательно и стратегическая компания creative assembly стратегически не продумает свое будущее они сейчас гонятся за текущий на текущий момент за прибылью выпуская игры для подростков а подростки неизбежно повзрослеют если им повезет они придумывают какую-нибудь новую чушь на которую купится следующее поколение подростков но рассчитывать на везение я не знаю в любом случае если даже компания выживет то не за счет своих старых взрослых игроков то есть про нас просто забыли и ждать что будет какой-то реализм я бы не стал не ждите ничего и не будете разочарованы всем пока и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»